На учебу, как на празднике, юные железнодорожники открывают новый сезон на детской железной дороге, когда у сверстников каникулы, у этих учеников в форме наступает горячая пора. За лето они перевозят более шести тысяч пассажиров. Школьники-путейцы гордятся доверием старших тем, что сами возят взрослых. Они уверяют, приставка детская ничего не меняет. Здесь все по-настоящему. Была такая одна из ситуаций, когда мы проезжали там где-то возле моста, и там какие-то неизвестные лица пытались залезть на вагон, ну и пришлось их отогнать. Этой пробной прогулкой по Ростову управляет взрослый. Как только поезд входит в колею, машинистами в локомотиве становятся школьники. Внутри состава рулит детский экипаж. Говорит поездная бригада пассажирского поезда Ростовской детской железной дороги. Уважаемые пассажиры, следующая станция «Победа». Счастливого пути! Продолжительность путешествия по железнодорожному кольцу вокруг парка 24 минуты. На пути несколько остановок станции имени Витя Черевичкина «Победа» и «Солнечная». В каждом вагоне три напарника – проводники и ревизор. Они следят за безопасностью на маршруте. – Как ваш поезд? – Первый раз едем. Живем всю жизнь в Ростове. Первый раз едем. Очень нравится. – Спасибо. – Чаще так кататься, да? Евгений Смурной уже три года работает и учится на малой дороге. В семье он первым решил освоить профессию железнодорожника. Во взрослой жизни мечтает стать помощником машиниста. «Я прихожу на ЖД, у нас идет планерка час, потом мы два часа занимаемся, ну, ездим два часа по железной дороге, в конце дня мы получаем табеля, ставят оценки и потом расходимся по домам». Ежегодно в школе железнодорожников дополнительные занятия посещают 700 детей. В прошлом году 28 выпускников поступили в профильные вузы страны. Всего в России 22 железные дороги. Ростовская – одна из старейших. Дети осознанно понимают после детской железной дороги, что из себя представляет труд на железной дороге. Поэтому, значит, если они идут в учебное заведение, то это уже осознанно нормальный выбор. Они к нам приходят уже с определенной степенью подготовки и, значит, они отличаются от тех детей, которые, значит, не прошли эту школу. Отличаются в обществе. Впереди у юных железнодорожников полгода практических занятий для повышения своего мастерства. Малая Северокавказская железная дорога имени Юрия Гагарина завершит работу в октябре.